Всем привет! Здравствуйте еще раз! Я с 2-го ремани, 6%. Спасибо. У нас сегодня тема вебинара «Со с вами взять работу». Может кто-то уже это видел вебинар, я проводила. Может кто-то еще нет, по новой все сделаю. Начнем с того, что я представила, как говорила, я старая ремани, 6-й центр, мне 18 лет. Компания «Арсо» меня отодействовала, мой спонсор Феда. Я совсем недавно в этой компании, очень довольна этой компанией. Лучшей работы я для себя не могла найти. Так, за полтора года занималась интернет-магазином. Мой жизнью была цель построить свой бизнес. Сначала у меня был что-то в виде садебного салона, дальше у меня был салон красоты. Я думала, что у меня что-то еще третий будет, но, конечно же, я думала, что еще мне удобно открыть, так как я в дальнейшем поеду замуж, чтобы это удобно совмещать в ему жизнь. Так как у нас в ему жизнь надо всегда дома быть, находиться рядом с мужем, рядом с семьей. И я так судом попалась на этот проект, и я решила, что я начну работу. Сначала девочки, честно сказать, я не понимала суть работы никакой, я не смотрела вебинары, ничего. Не поняла суть работы, пока я не посмотрела вебинары. Мой первый вебинар был Иршану Магомандову. Тему я, к сожалению, уже не помню, но я поняла суть работы только после вебинара. Так что, сделайте их на листовую на ваш первый вебинар, на их первый вебинар, точнее, чтобы они поняли суть работы. Мало кто понимает суть работы без вебинара, очень мало. Начать работу надо с того, что перед собой надо построить план. Его можно запечатать, как у нас на телефонах сейчас есть заметки, или же взять отраску и на статье запечатать небольшой план. Первое, самое главное, что в этом плане должно быть, подставить перед собой цель. У каждого должна быть цель. Честно, когда я начала работать, моя цель уже была, у меня все, у меня есть свой бизнес. Но собрать бизнес был, да, что он у меня, я росла, не нужно было набирать людей. У меня не было умных слов в моей голове, что я не могла что-то людям показывать, рассказывать что-то. Я пользовалась людьми голосовыми сообщениями, аудиозаписи, 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 Магина Магамага была долго, надолго сбила все, я много у меня спрашивала, что очень много, до сих пор я у нас спрашиваю совету, это такой человек очень приятный. Из мой спонсора замечательный тоже человек. И, девочки, если у вас нет цели, то, наверное, у вас получатся работы. Надо перед собой поставить цель и только потом уйти к ней. Некоторые хотят у ребенка вырастить, уходим, некоторые хотят поехать куда-то. Ну, у каждого разная цель в своей жизни. Дальше, что нужно? Второе. Подать за первый заказ. Вы поставили перед собой цель, вам нужно себя активировать, подать свой первый заказ. Это не надо заказать весь каталог, как многие говорят. Не надо заказать первый заказ, это весь каталог, а что я потом с ним делаю? Да откуда я денусь, только возьму на весь каталог. Многие научили мне так, говорят. Потом, что я им говорю, что заказ надо сделать на любую сумму, примерно от 100 до 1000 рублей. Выберите, что вы хотите. Они говорят сразу, а что ты приложишь ко мне для класса. Я начинаю приложать через году, что нам, как летом, очень нужно. Ну, и товары, что я очень люблю. Третье. Надо же вести тренировки под сети. Хвалят очень Facebook, но я Facebook и не работаю. Я не пробовала Facebook. Я работаю в Инстаграме. У меня все отлично получаются в Инстаграме. Я привожу людей. Некоторые, да, я пишу, что есть, например. Вот Саита, я не знаю, она длинная вегинара или нет. Она в этом каталоге, я привела очень много людей. Так получилось за 2-3 дня. Я привела более 10 человек. В один момент, да. И все говорят, как ты привела, откуда ты их берешь. Саита вообще посмяла, что я их беру из подвала, выпускаю по одного. И просто, как сказать, я их ниоткуда из подвала не беру, Саита. Я их привезу, я их ввожу. То есть, я, знаете, я работаю, как, я работаю вечерами в основном. Самый хороший итог у меня веке. Я не знаю, может, вы там целый день сиди там, но у меня в основном хороший итог вечерами. Я даю на репосты. У меня есть большой магазин, как я говорила на канале вегинарах, у меня интересный магазин. У меня большой магазин, там больше, чем 50 тысяч людей. Я даю на репосты предложения о работе. Откуда у меня и получается, что я в твоих людей. Но, конечно же, я в том, что всем директ. У меня тоже есть научки и директа. Есть и кто-то из репостов приходит. По-разному работают. И часто я в новую стену говорила, что я с моим штаном вектоварю с человеком нахват. И я говорю, а у тебя есть? Кат или ИМО? Вы говорите, я поговорю с тобой, через видео-то, у меня будет легче. Закрасиваться чуть-чуть от хориентации. Что у нас в 4-й должно быть? Начинать и предлагать людям работу. Как я сейчас и говорила вам. Утром проснулись, взяли свой телефон, отправили 10-15 людям предложения работы. Пошли дальше, делали дела. Поехали на УСОБУ, пошли на работу. Что там вы еще делаете? Без разницы. В течение дня по мере возможности отвечаете. Но как я говорила ранее, что вечером самый лучший итог подписаться на людей, вечером самый лучший итог сказать какой-то директ. И даже если, вот я выбрала, что наши девочки заказывают рекламу больших страниц, что я не советую вам этого делать. Итога мало, только потраченные деньги. Например, вы там большие страницы, которые везли 100 тысяч людей, вы заплатите им 500 рублей за рекламу. Это награды от 100-500 рублей. Они вам пообучают много обновлений. Ну, смотрите, ну 50 человек. Но все это будут здесь. Особенно все в группу «Соказка» скажут, что я не советую вам доказывать. Это заказы, кто заказывает ей рекламу в магазинах. Это очень хороший ответ, потому что вот я по этой работе пришла, а так у меня Федер попросил у меня рекламу. Я и делаю рекламу. И я только тогда, когда я прислала с работами, интересно было, что это за работа, что она так как вы не... Потому что людей «Соказка» выбрали, «Соказка» меня спросила, что вы получили, что я узнала, что это не собрали. Я интересна, что это послушала. У меня все плохо вкусно, или я только несколько людей? Ладно, я продолжу. Так. У меня все, ну... Мощность состоит. Даже и не знаю. Отлично. А, девочки, смотрите. Многие руки есть, голова на месте. Значит, я живу, значит, смогу свернуть в горы. Даже инвалиды работают у нас. А даже материал инвалиды. Что я заметила? Я переписывалась с одной девушкой. Она... Я не знаю, сейчас она работает, она или нет. Я только пришла к работе. Она мне просто что-то спрашивала. А я похвалила, что я за три дня вышла на третий уровень. Я зарегистрировалась. Второй мой каталог был. Так. Что же делать? Не знаю, девочки, у меня все на масло стоит. Поставьте громче, погромче ваши динамики. Я вчера на той же ливиде дубров было очень плохо слышно. Я на самую громкость поставила динамику, только тогда я ее слышала. Вот, вас хорошо слышно, все отлично. Смысл этой цитаты. Вот. И у нее болел ребенок, у той женщины. Она говорила, как ты вышла на третий уровень. Я второй месяц в работе, я не могу быть на третий уровень. Я не могу привести ни одного человека. Я сказала, что да, конечно, она чувак привлечь людей. Я ей раскрыла секрет о том, что я делаю репосты. Самый мой секрет, что я делаю репосты. И она уже попросила меня сделать репосты. Я ей делаю репосты, она не смогла просто утяжать людей. И я не знаю дальше, что я будущее такое. Вот. Вы, у вас все есть. Вы здоровый человек, вы можете все работать. Почему вы можете пойти на работу в 6 утра, встать, в 8 утра, встать, в 8 утра, встать. Почему вы можете пойти на работу, но почему вы не можете дома, сидеть и зарабатывать деньги. Но вот так вот, почему вы дома, говорит, это не мое, я не могу, у меня времени нет, у вас есть время ходить на работу. Запомните обязательно. Новичок, даже старый человек, это может, что не падает духом никогда. У меня девочки были такие, что сейчас они, конечно, справились, и они говорили, у меня не получается, у меня нет времени, у меня там люди меня отключают, я пришел, пришел и не отключают. И говорили, все, я не могу, наверное, я уйду. Это слово, если не умею, меня убивало просто. Что я врач, что употребляю, эту частичку мне, на что мне мой способ указал это. Посмотрю подавчера, что у меня в мобиле, я точно поняла, что слово «нет», и все, я убрала из своего лексикона его. Дальше. Не жаловаться кому-либо. Не надо жаловаться в группе, у меня не получается. Я не знаю, что мне делать. Что я очень заметила, в группе много жалуются девочкам. Не жалуются, не пугайте новичков, это первое дело. Поверьте себя. Девочки, я не знаю, но все на громкой связи, на максимуме все стоит. Делайте свои динамики громче. Не мешать себе, что ты не сможешь. Это самое главное. Люди есть... Я вначале тоже была новичком, как и все мы были. Когда-то я тоже думала, что у меня не получится, верно, я когда-то уйду. Сделала я, что-то по тысячам. Я внушила себе, что я не смогу сначала работать. Но потом же я выделила успехи чужие. Я внушила себе, что я это смогу. Обязательно, в принципе, на чужие успехи. И говорить, о чем я хуже, почему я этого не смогу. Он сидит дома, он смог, и почему я не смогу этого. Обязательно это, девочки. Вначайте свою голову. Подождите. Я-то подправила свою камеру. Не знаю, что там дальше будет. Что дальше? Обязательно надо посещать вебинары. Правильно вести своего новичка. Помоги новичку подать свой первый заказ. И покажи новичку, как прилагать работу. Наконец-то слышно. Отлично. Девочки, что я замечаю. Я когда предлагаю работу, она говорит, ой, а я уже в этом. В данном деле, говорит, уже есть, а в этом. Я говорю, да, почему ты ищешь другую работу? Они говорят, что... А мой спортер мне ничего не говорит. Он мне не объясняет. Я просто не думаю, как он адрентирует человеку, ему ничего не объяснить. Не объяснить, как можно зайти на вебинар. А как там он не сказать, что нужно, чтобы активировал себя. Как не показать новичку работу. Как же он будет работать, как он станет вообще у вас на какой-то уровень. Как он поделится на лестнице успеха, если он ничего не знает. Все зависит от тебя. Ты спортер, от тебя все это зависит. Я тоже этого не понимала. Я все через себя анализирую. Я тоже много что не понимала. Мы все, все так ничего не понимали. Так? Но мы поняли все благодаря спортеру. Как и будь ты отличишь спонсора. Объясняйте, девочка, что самое главное. Объясняйте своим людям, что спонсор, ты не даривай ему деньги давать. Ты помогаешь ему просто подняться. Что у него девочка писала? А ты мой спонсор, говорит, мне нужны деньги, ты мне их дашь? Что меня это чуть ли не убило. Я не понял, что такое спонсор. Самое важное, это цель, дающая силу. Как я в начале вебинара говорила, для начала нужна цель. Чтобы начать работать, нужна цель. Выберите из собой цель, поставьте ее. Представьте в этой цели себя, я не знаю. У меня девочки даже были, что они говорили, я хочу шикарно выйти замуж, я хочу себе собрать красивое, приданное. Я смотрю, как мне здесь. А мои родители этого не могут просто. Смешно, с одной стороны. Она хочет красиво выйти замуж. Но с другой стороны, как все девочки начинают красиво выйти замуж, красивое, сладкое, белое, сладкое. Примерно, что все восхитялись. Ах, как у нее много, так у нее красиво. Как бы, в принципе, это адекватная мысль, адекватная цель. Как правильно начать подарок товара? Вот что. Девочки, приобрести себе набор кровников. Самое главное. Если ты не будешь знать запах этих духов, если ты не будешь знать оценки томат, если ты не будешь знать, как действует крема, ты не сможешь этого предложить, ты на сайте это не вычитаешь. У тебя должно быть личное мнение о товаре. Это не то, что там доказал себе гель, который сейчас подъезжает за 9 рублей у нас, и ты только о нем приводишься в его мечтем, а вот у нас гель, а вот у нас гель. У тебя ничего далеко не впадет от этих гелей. Дальше. Прочти брашюру, что тебе писали заказом. Вот у меня одна брошюра, я ее сюда принесла. Вот такая у меня на брошюру, все ее знают. А сзади тут у нас скилла нахи летит успех, наверное, видностью, что я ее прочляла сразу. Тут написано, что... Тут написано о каждом товаре, тут написано, насколько ты баллов вылечишь, что ты получишь, но также написано о стартовой программе, что очень мне понравилась эта брошюра, я прям от нее в восторге, я ее читаю не раз, прочла ее. И каждый раз я что-то новое для тебя там нахожу. Ознакомшись с каталогом. Вот смотрите, например. У меня девочка пошла, отнесла каталог, в магазин приложила каталог, и осказывала, ушла. И потом она говорит, а мне надо было заказать. Я сказала, в магазине оставить этот каталог, подошиться. И все, она заказала, я сказала, я тебе не так оставлю, оставь его для людей, но подошите, ты его расскажи, покажи, что выгодно в этом каталоге купить или что. Она этого не сделала, она осталась без единого балла. Только тогда, когда она меня послушала, когда она что-то начала в свою голову раздумать, реально меня поняла, посмотрела в лебинаре, она только тогда собрала 150 баллов, даже, по-моему, больше, в косе есть она собрала баллов, и тогда она меня благодарила очень. Выбери для себя товар, если это товар, то пришли товар и комментарии на сайте. Например, в «Годердане Гоу», например, «Ее ванны многое», что у нас много серий, о чем можно сочить. Выбери для себя идеал, у нас новых хвалят каждую свою продукцию, что-то. Выбери для себя идеал этой продукции, именно, что тебе нравится, и хвали его. Многие говорили, что такое Арифлэм. Вы даже не знаете, как объяснить, что такое Арифлэм, что в него входит. Арифлэм – это ароматы, офисуары, уход за кожей, декоративная косметика, вынос, уход за телом и волосами. У нас много что есть. У нас нет одежды. Они спрашивают много, у вас нет одежды в каталоге? Нет одежды у нас нету. У нас иногда бывает одежда. В новом каталоге у нас есть какой-то плач. Я еще не просмотрела пацанова каталога, соответственно. Но у нас вот такой там одежды по костюмке, там в каждом каталоге одежда, одежда, но не вытекли сюда одежды. У нас совсем другое. А что сейчас самое главное? Я открываю инстаграмы, я смотрю наши, всех сохраняем номера, смотрю у кого здесь, если они все в инстаграме, я захожу, я смотрю и вижу вот эти вот фотки. Просто, возле компьютера, женщины, это для тех, кто хочет зарабатывать дома, домашний бизнес в интернете, там, для мам декреты, кто хочет это, кто хочет то, работа в интернете, интернете, я не знаю, девочки, что это, почему вы меня так плохо слышите, просто эти картинки, девочки, они не хорошие, они просто эти картинки, они для них даже лакомство так ставит. Сейчас лучше? Самое главное. Так. Я не знаю, что мне делать, почему вы меня не слышите, то слышно, то не слышно. Как эти страницы соцсети? Интересные картинки надо обязательно выставлять. Вот это не как я вам сейчас говорила, что они нужны. Я изменилась в статусе, а видеоролик, и скрывать, что это арестованно максимуму, не надо выставлять там товары арестованно, как тоже делать много. А подписываться на людей, каждый день, у меня 300-600 человек. Просто что вы делаете, каждый себя сейчас узнает. Так, пишите раз в неделю на 300 человек. Так тоже, это безрезультатно. По желанию, можете выставлять также свои фото. Хотите выставлять, не хотите, нет, но выведите правильный в своем инстаграме. Или же ВКонтакте. Ну, ВКонтакте это не очень хорошо, там маленькие дети сидят, и толка от ВКонтакта нет, так что я там работала уже. А на странице 5, вот такие вот примерно статусы. Главное верить, если веришь, то все обязательно будет хорошо. Даже лучше, чем ты сможешь устроить. не надо там ставить статусы. Я люблю, он ушел там. Я вам сделаю хлеще, вы мне делали больно, я вам сделаю хлеще. Такие не надо статусы, душеразбежающие, или там стыдающие статусы. Я тоже смеюся, что иногда такие статусы я встречаю, но это работая страничка, но работайте на ней, не надо, все души там потеряют, или сейчас там, я не знаю. Смотрите, еще можно делать в фотошопе. Например, вы нашли хороший статус в соцсети, вы нашли хорошую картинку, вот эти все длины делайте. Просто на эту картинку делать этот текст. Это не трудно, в фотошопах сейчас много можно, отстроить ту марку, сейчас скачать их куча. Каждый день все равно все миллионерами, это вы себе дает непокоя. Рестатус, это просто обомни, наверное. Я не сказала, что я завистливый человек, я очень завистливый человек, но я всегда стала, вот я даже без сих пор стала, она стала директором, например, за два месяца, или там кто-то. Почему я не смогла стать директором? Значит, я смогу, я точно стала, я этим летом я точно стану директором. Я, кстати, цель поставила, что я этим летом буду директором, я в этом уверена, я всем говорю, что они говорят, что ты занимаешь этим маркетином, он тебе ничего не даст. Мне так они говорят, но когда, вот у меня сыпленка Эльзан, я, по-моему, здесь лету, она смотрела вебинар, включила себя дома, там оказывается мой дядя смотрел, наша сноха, братишки мы смотрели, и она же социально смотрела, просто они потом уже только не говорят мне, что вот ты там, зачем ты этим занимаешься, это неподобно, уже они увидят, что я что-то добилась в этой работе, что я веду обучение, я туда вебинары уже провожу. никогда не жалей денег на то, что тебе хочется. Почему так? Я написала, потому что мы работаем для своей мечты, или цели, у каждого она своя, она главная, мы не сидим остальные степени. например, мы вот работаем, 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 мы получаем зарплату 30-30 недель, даже у нас еще и больше, мы будем будем еще и получать, будем акции, мы будем еще больше получать, и зачем скупиться на себе, ты захотела там что-то купить себе, иди купи по залуку, ты заработаешь через 3 недели, ты снова эти деньги не зарплату. Если ты хочешь доустроить, достройся этот дом, ты же поднимешься выше, ты еще лучше себе что-то приобретешь. Не надо жалеть денег, многие, вот я работаю, работаю, а я ничего сегодня покупаю, допустим, вы можете собирать эти деньги, а для чего вы собираете, непонятно, дом есть, машина есть, а мне просто жалко потратить деньги. Живите и сегодняшним, и будущим. Конечно, я не говорю сразу, плати 30 тысяч там, что вы заработали, но баллы сюда надо, особенно у нас, надо для себя ухаживать, не надо быть там серой мышкой, как я пошла в офисе, с вами забрать заказ на днях, и что я увидела там, женщина пришла, даже не женщина, это девушка оказалась, она пришла, она выглядит настолько ужасно, выводите заниматься даже, косметика, да, ну, купи себе что-нибудь, накрас, и накрас себя, как я вот и на пудр, ну, ты же получаешь там, какие-то подарки, ласков, участвуешь, да, ну, купи что-то себе, выглядит хорошо, нет, она же как мышка ходит, я просто, я ничего не сказала, не обидеть человека, но я бы у такого человека, я бы не захотела что-то показать, так, что девочки тоже, внешний видом смотреть, не надо ходить там, помят, там, если ты идешь, что-то, что-то, покажи, что ты работаешь, что-то хорошо выглядишь, не надо там, в вышем ходить, там, в тазах вещах, красиво одевайся, красиво с собой ухаживать, красиво там, вот у нас много сезжать доходит, но я не заметила, что в нашем поэте есть две вещи, которые не ухаживают с собой. Мои слайды кончились, Марина, ты можешь подключаться, девочки, если есть вопросы, задавайте, только после этого, сейчас Марина хочет подключиться. И снова повторяю, я людей с подвалами достаю, я всех нахожу, людей своим трудом мучают, я хожу их, точнее, как мучают, сижу, работаю, мне это интересно, я не знаю, как вам, мне интересно, я люблю эти работы, мне понравилось. Ладно, девочки, я отключаюсь, я буду здесь, находиться, смотрю также дальше, вебинар, я тоже учитель, я с каждого человека, с каждого нашего лидера, я беру по-немножку опыта. Я бы, например, что я хочу сказать, самое главное, чуть ли не забыла, вот вы посмотрели там, мобильный, например, вы все, не делайте все как мобильный, вы посмотрите, не делайте все как мобильный, возьмите немножко с мобильный, с лизой, с нори-мясом, отовсюду берите понемножку, это что самое главное, и что-то себе вы найдете в этом немножко, вы точно это свое найдете, молчите с работой с текстом и гласные сообщения, это самое главное, до свидания, всем спасибо. Девочки, меня слышно нормально? И Маш, пожалуйста, убери свой слайд. Хорошо. И Машка, слайд убери, пожалуйста. Так, и Машка не слышит меня? Все. Так, в принципе, у меня слайдов нет, я сначала скажу несколько слов о спикере, который сейчас выступал. Это, в принципе, и Машка новичок, она не так давно зарегистрирована в компании, у нее был и есть свой интернет-магазин, помехи тоже. Было и есть свой интернет-магазин, в общем, раскрученная страничка, но, все отлично, ладно. Но, она заинтересовалась бизнесом, сначала не понимала суть сетевого маркетинга, не сразу все поняла. Ей казалось, что нужно именно вот продавать, это вот основное и главное. Так, извините, дети постоянно меня отвлекают. В общем, ну, девочка, молодец. Девочка, молодец, да, я уверена, иншаллах, этим летом, как ты и запланировала, ты станешь, выйдешь на уровень 22%. Итак, девочка, о чем я бы с вами хотела поговорить? Смотрите еще на наш слайд, да. Да, вот только сегодня я перебирала в голове, вспоминала, как, что у меня со мной было. У меня вот рост начался только тогда, когда я начала относиться к этому делу, действительно, как к своему бизнесу. Сделайте для себя выбор, что вы именно хотите. То есть, для того, чтобы вообще иметь деньги, есть вот два варианта, да. Либо работать на государство, либо иметь свой бизнес. Я знаю, если есть выбор, то почему бы не иметь свой бизнес именно, да. Ведь работая на государство или вообще на кого-либо, ты не сделаешь больших денег. Ты сможешь получить деньги только вот на существование и все. Меня всегда, можно сказать, даже не всегда, но в какой-то момент, когда вышла замуж, появились дети, поняла, что я на своей работе не смогу много зарабатывать, не смогу увеличивать свой доход. Я видела людей, которые там работают и 10, и 20 лет, и их зарплата абсолютно не увеличилась. Я, главное, я работала в университете преподавателем, и меня спросил студент, какая у меня зарплата. Этот момент меня как будто ошпарили. Мне не хотелось говорить, какая у меня зарплата, настолько она была мизерной. Мне было стыдно говорить, что я работаю ради этих денег. То есть я работала по многим причинам, да, не только ради денег, но все-таки, как же я себя не уважаю, если я каждый день хожу на эту работу и получаю только такую зарплату. Я благодарна этому студенту, что он меня так спросил, потому что с тех пор именно я начинаю думать о бизнесе. Я начинала думать, что это не то, если человек, если у него такая, да, зарплата, что он не может даже о ней сказать, ему стыдно о ней сказать, что нужно что-то искать новое. Я тогда начала искать работу, то есть не совсем о бизнесе, просто искать другую работу. Искала другую работу, и меня, правда, дали зарплату чуть побольше, но я на работу туда не устроилась, потому что я поговорила с начальником и решила для себя, что этого человека не хочу больше видеть. Не то, что с ним работать, да, я почувствовала, что вряд ли мы с ним, то есть сможем сработаться. И я не вернулась, я сказала, что принесу документы, но так и не отнесла документы, позвонила, сказала, что я отказываюсь, не хочу. Причем мой родственник, как бы сказать, нашел для меня это место хорошее, а я вот так отказалась. И, в общем, появился маленький ребенок тогда, да, я ушла в декретный отпуск, и вот искала именно работу в интернете. В общем, вообще чем-то заниматься хотелось, да. Я попала, была, потом зарегистрировалась Reflame о бизнесе как-то, хотя я и знала, что почему-то думала, что это не мое, просто мне нравилась продукция. И когда попала на мероприятие Лизы Джабраиловой, где Лиза Джабраилова сказала, вот именно вот эти слова, вот врезались в мой мозг, когда Лиза Джабраилова сказала, что когда она начинала, приглашала своих подружек, те сказали, ой, что это, на помадах можно вот так зарабатывать, посчитали ее как бы за дурочку. И она говорит, хорошо, если к пенсии у них будет, хоть пенсия у них будет хотя бы в 10 тысяч рублей, когда у Лизы Джабраиловой уже как бы пенсия до 10 тысяч долларов. Что, в общем, нужно, поняла, что нужно тратить свое время на, не просто на какую-то работу, а именно, чтобы эта работа была, что есть, чем вы больше работаете, чем вы больше сил отдаете, тем вы больше получали бы, чтобы это был именно растущий доход. Чтобы, вот, к примеру, в прошлом году, примерно в это же время, моя зарплата была где-то 30 тысяч рублей. Сейчас моя зарплата уже, вот, в каталоге, если считать, да, где-то, мне начисляется где-то 70-78 тысяч рублей, вот так. То есть, это действительно растущий доход, да, и я планирую увеличивать, то есть, ну, думаю, что к следующему году, в это же время, уже это будет около 200 тысяч рублей, по крайней мере, у меня такой план, и, иншаллах, он осуществится. В общем, смотрите, если говорить о бизнесе, почему очень многие люди, они относятся к этому серьезно, да? У нас слишком мало появляется бизнес-партнеров. Я думаю, скорее всего, потому что это все им дается бесплатно. Потому что, смотрите, если строить бизнес, у меня, я старший золотой директор, если строить бизнес, то в любом бизнесе нужны, во-первых, деньги. И вот даже, когда была я зарегистрирована Арифлэм, еще всерьез не заинтересовалась Арифлэм, почему-то, вот как многие говорят, это не мое. Мне тоже казалось, что это не мое. У меня был, в общем, сосед мой был моим студентом, иногда казалось, когда я выходила с каталогом в руках, как бы меня этот студент меня не увидел. Я вот этого немножко стеснялась. Потом это прошло. Я где-то прочитала, что если бы вы получали 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей за то, что вы показываете каталог, вы бы этого стеснялись. Я прочитала это на одном форуме, где в основном общается консультант Арифлэм. Я тогда подумала, что действительно, если бы я зарабатывала хорошие деньги, я бы этого не стеснялась бы абсолютно. И тогда нужно действовать так, как будто ты уже хорошо зарабатываешь. Это я имею в виду вот первое время. Как будто ты уже хорошо зарабатываешь. Считать себя уже успешным человеком, быть позитивным, и тогда уже люди притягиваются. То есть не считать себя таким, таким сиротой, да, который показывает каталог и хочет на каком продукте получить там 100-500 рублей, да. Нет, ты должен быть в голове уже лидером. Ты должен чувствовать, что этот твой каталог, может быть, не только тебе поможет, может, поможет этому человеку, которого ты приглашаешь, которому ты показываешь его, что он может быть там в Арифлэм миллионером. Поэтому именно когда с такими мыслями человек идет, то идти с каталогом, показывать каталог, говорить об Арифлэм, говорить о продукции, абсолютно никакого стеснения не бывает. И люди, даже те, которые были в Арифлэм когда-то, да, или еще, которые даже знают, или не знают продукции, у них мнение сразу меняется. И вот это наша задача, менять мнение людей. Кто-то, да, сразу приходит в Арифлэм, говорит, я люблю продукцию, мне это нравится, нравится бизнес. Но кто-то, бывает, не сразу понимает суть нашего бизнеса, не сразу понимает, какой у нас продукт. Просто представьте, вот я просто удивляюсь, компания Арифлэм, вроде бы косметическая компания, которая была до сих пор, да, вдруг произвела такой потрясающий продукт Wellness, который получил награду, как лучшие витамины на российском рынке. Арифлэм лучший производитель витаминов и БАДов. Разве это не стоит того, чтобы просто об этом говорить всем? Это действительно наша гордость. Эту награду мы получили заслуженно, да, Арифлэм получил заслуженно. Посмотрите в аптеках, сколько витаминов. Посмотрите, сколько компаний вообще в России продают БАДы и витамины. Арифлэм, несмотря на то, что вроде бы больше косметическая компания, да, является лидером, является лучшим производителем, поэтому еще, смотрите, есть компании, есть компании, где нужно тратить много денег. В общем, бывают такие компании, вложи 20 тысяч рублей, вложи 50 тысяч рублей. Я не знаю, есть какие-то компании, где покупают часы за 50 или 150 тысяч рублей, и люди туда тоже идут и вкладывают эти деньги. И меня это очень удивляет, не знаю, на что эти люди надеются. Да, я не знаю, вы, я тоже слышала о таких компаниях, да. Какие-то часы неизвестно, где произведены и вообще, что собой представляющие. Есть также компании, производящие какие-то БАДы китайские, тоже не представляющие себе ни о чем, то есть не говорящие, нет никаких сертификатов, никто не знает, какой там состав или еще чего-то, да, то есть они не сертифицированы в России. Это вообще, вообще-то и продавать нельзя, но люди туда идут, вкладывают свои деньги и ждут, что они получат какой-то оттуда выход. Милан, никакие не швейцарские. Вот, вот, знаете, поэтому даже, вот иногда я говорю просто, там, просто, когда человека регистрируют через интернет, просто подают какой-нибудь заказ, да, вначале говорю, но потом даже сама думаю, когда вот человеку это так говоришь, он на самом деле особо это и не ценит. Особо это не ценится, когда все бесплатно дается. Если вот говорить вообще о традиционном бизнесе, подумайте сами, сколько денег требует традиционный бизнес, сколько усердий требует традиционный бизнес. Я вот нахотела сказать и не сказала. В общем, когда я еще не была уверена в Reflame 100%, то есть это что-то мое, да, меня очень заинтересовал один бизнес, и мне нужны были немалые деньги, чтобы начать этот бизнес. Но так как я, ну, математик, умею делать расчеты, смотрела в интернете, все читала, вживую смотрела, все изучала и составила свой план действий такой. Получалось по моему плану, что если у меня все будет идти хотя бы в среднее, то есть нормально будет идти, при этом я буду работать, да, вот усердно, практически круглосуточно, что те деньги, которые я вложу, я смогу получить только через полтора года. Так получалось, что на самом деле уже свои деньги я буду зарабатывать только через полтора года усердной работы. И я вот так все высчитываю, все посмотрел, найдя уже помещение, хотела его в аренду взять, да, не знаю, куда я хотела тогда дети, детей, да, но такое сильное желание было чем-то заниматься. На это все посмотрела и подумала, так если я в Reflame буду работать круглосуточно, так я, может быть, сразу начну эти деньги получать. Причем не будет абсолютно никакого риска, что я могу потерять денег. А знаете, сколько всего открывается и закрывается? У нас тут недалеко сдаются помещения, так вот, один месяц, два месяца, три месяца, кто-то там что-то откроет и закрывается, потом следующий человек откроет и закрывается. И вот, вот, я вот на Березке живу уже 3 года или 4 года, вот ни один человек там не продержался еще. Сейчас эти помещения опять пустуют. На самом деле удержаться в традиционном бизнесе и подняться очень трудно. Во-первых, это конкуренция большая. Загра, она есть в Reflame? Она зарегистрирована? Она знает об этом? Кто не читает, Загра пишет, что ее сестра моя копия и зовут ее Мадина Магомедова. Это тоже математик. Да, ну отлично. В общем, относитесь к этому бизнесу серьезно. Относитесь к бизнесу Reflame серьезно. Потому что я, например, на данный момент, тренинг, я, например, на данный момент очень рада, что я тогда не открыла никакого бизнеса. Я на данный момент очень рада, что я ни за что не дрожу. У меня потрясающий бизнес, который нельзя отобрать. У меня потрясающий бизнес, который не может один миг сгореть. Его не смогут там прийти какие-то налоговики или еще кто-то, да, и его просто закрыть. У меня очень потрясающий бизнес. И у меня потрясающие люди в команде. У меня есть... Это очень немаловажно. Лиза тоже вот любит очень говорить. Не любой предприниматель и деятель может похвастаться своей организацией. Он может сказать, у меня там 150 сотрудников, 150 рабочих, а я скажу, что у меня 150 предпринимателей в моей организации. Это потрясающий бизнес, потому что 150 человек в организации получают хороший доход. Это ни с чем не сравнимая работа. Да, спасибо, Милан. Да, кстати, недавно мы купили машину иномарку, новую Hyundai. Забыла как в продолжении. В общем, муж, в общем, выбрал. Сделала я ему такой подарок. Сама я, к сожалению, слишком невнимательная, поэтому боюсь выходить на дорогу. Я все... Я все не сфоткаюсь рядом с машиной. Хотела сфоткаться и закинуть. В общем, тоже думала, куда деть деньги, да. Некоторые почему-то советовали начать какой-то бизнес, да, вложить во что-то, откуда можно там получать деньги. Я говорю, зачем мне на это тратить время еще, да. Я лучше буду тратить деньги. Это... А получайте, где у меня есть место. Да. Спасибо большое. В общем, что тут нужно делать? Самое главное, относиться к этому бизнесу серьезно. Относиться к этому бизнесу так, как будто вот ты сейчас не сделаешь, то уже все. Не думать, что сделаю это потом, сделаю это через какое-то время и так далее. Нет. Если вы в Арифлейм, да, сделайте это здесь и сейчас. А потом можете немножко отдохнуть потом. Относитесь к этому бизнесу так, как будто вы сейчас это не сделаете, то может, ну, умрете с голоду, не знаете, что угодно с вами случится, если вы это сейчас не сделаете. Поэтому относитесь серьезно. Поэтому покупайте ноутбуки. Кто-то говорил, что не все имеют денег купить ноутбук. Честное слово, люди, человек, когда хочет что-то сильно, очень сильно, да, чего-то хочет, у него находятся деньги на ноутбук. У нас у всех крутые телефоны, если честно, да. Находятся же деньги на телефоны. Можно ноутбук взять в кредит, допустим, в рассрочку. Например, знаете, как я купила свой ноутбук? Да, я мужу купила машину, но он меня возит, куда я скажу. Знаете, я купила свой ноутбук на деньги, которые получила от продаж. Бывает, у вас, наверное, тоже, кто продает продукцию, бывало так, что люди не совсем, не сразу отдают деньги, да, люди не сразу отдают деньги, и у меня вот так я посчитала, те деньги, которые мне должны были отдать, было где-то 15 тысяч рублей. И я вот подумала, что мне срочно нужен ноутбук, срочно его должна купить, это было еще несколько лет назад. Я вот, а я никогда как-то стеснялась говорить, что мне нужны деньги, да, просить денег у людей, у своих должников. А в этот момент я быстренько пробежалась по всем, сказала, что мне срочно прям вот сейчас нужны деньги, и обязательно мне вот отдавайте долг. Таким образом, я эти деньги собрала с людей, и муж еще туда доложил, и купил, и купили вот таким образом ноутбук. Он меня очень просил купить кондиционер, но я сказала, подожди, я куплю все остальное, сначала мне нужен ноутбук. да, и действительно, после этого мы купили и квартиру, и кондиционер, и машину, да, то есть много чего после этого купили. Поэтому, относитесь к бизнесу серьезно, покупайте необходимые для этого инструменты. Инструменты обязательно должны быть. тем более, даже если и сейчас такое время, что он был ноутбук, интернет, компьютер должен быть у всех. Поэтому. Девочки, есть у вас какие-нибудь вопросы? Может, хотите что-то спросить? Луиза, ну, повезет тому, кто везет. Иншаллах. Я работаю в Арифлай, можно сказать, три года. Один год, хотя, правда, не особо активно, активно работаю два года. Ну, я смотрела, когда у меня в WhatsApp группа создана, да, я вот создала вот свое начало работы. Создана она у меня, кажется, в мае или в июне 2013 года. Хава, что именно ты делаешь? Я рекомендую, я рекомендую, да, все-таки в начале, если у вас нет денег, да, покупать себе продукцию, показывайте продукцию, каталог показывайте, рекламируйте продукцию, можно делать это через WhatsApp, можно делать это через интернет и не делать акцент на продаже. Быстренько, один, два, три дня максимум тратите на то, чтобы собрать 150 баллов, все остальное время тратите на приглашение людей. А как приглашать людей, да, мне тоже в начале казалось, вот несколько человек мне откажут, что я что-то не так делаю, что я не умею приглашать людей и так далее. Нет, на самом деле просто большему количеству людей нужно об этом рассказать. Просто больших людей нужно проинформировать. Не все люди будут в Арифлейм, не все люди будут тут работать и не все люди нам нужны. Но тот человек, который вам нужен, вы его найдете, если будете информировать побольше людей. Каждый день, каждый день и по-любому найдутся ваши консультанты. Девочки, а знаете, у нас, когда пришла в Арифлейм, уже деньги были не общие, потому что мне хотелось видеть свои личные деньги, которых я зарабатываю. И они, деньги, которые я получала от Арифлейм, я хранила отдельно от всех других денег. И поэтому я знаю, на какие деньги что тогда в Арифлейм купила. И эти деньги были такие неприкосновенные, потому что бывает, что подашь, например, большой заказ, а нет денег их взять. Даже сейчас, будучи директором, я бываю не сразу свой заказ оплачиваю, потому что отдельно деньги для заказов не храню. Тогда же они у меня всегда были на руках. И как я пришла в Арифлейм, еще не было такого времени, чтобы у меня в кошельке не было денег. Спасибо, девочки, большое. если нет вопросов, не скажу спокойной ночи. Я надеюсь, я вас замотивировала. Еще еще час, два, три можно поработать, да, можно поработать в интернете. В первое время я так и делала, потому что муж был против моей работы в Арифлейм, ему это не нравилось. Я ждала, пока все заснут, и потом уже заходила в интернет и приглашала людей. Все, до свидания, пока. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,